Можно купить автомобиль, друзья, прямо на минус первом этаже. Можно все ракетки попробовать прямо на месте. Здесь еще можно яхту купить. Взять такую яхту и плыть в Аргентину. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Всем привет! Друзья, мы приехали в один из самых больших торговых центров в городе Сантьяго. Нужно быть ценные. Да, друзья, мы хотим сравнить цены на разные товары. Мы продукты посмотрим. Что еще посмотрим? Технику, конечно. И все остальное. Здесь большие магазины есть. Джумба и Изи точно такие же магазины, как в Буэнос-Айресе. Мы обязательно сейчас пойдем и посмотрим все. Этот торговый центр называется Кастанера Центр. Погнали смотреть! Let's go! Так, друзья, тут сам мы прямо, как только мы вошли, сразу этот гигантский джумба. Мы обязательно туда пойдем, но чуть-чуть позже. Сначала пойдем посмотрим Starbucks, как всегда, индекс Starbucks. Нам надо сравнить, сколько кофе стоит в Чили, сколько стоит кофе в Уругвайе, и сколько стоит кофе в Буэнос-Айресе, а также в Рио-де-Жанейро, по всем латинским странам. Ну что, пойдем искать Starbucks. Друзья, когда мы были в аэропорту, меня очень удивил вот этот Ганки-Донатс. Да, мы никогда там ничего не покупали, потому что здесь еда супер вредная. Ну, она вся жирная, тут сладкая. Мы такое не едим. Но очень удивило количество веганских позиций. Их здесь просто нереально. Вообще каждый веганский пончик. То есть он сделан без яиц, без молока. Ну что, друзья, я все-таки предлагаю, хотя мы не едим такую еду, я предлагаю по одному взять, попробовать. Надо. Каждый выбирает себе из детишек. Сейчас каждый выберет себе. В общем, тут еще квест на самом деле. Мы взяли 12 донатов. И плюс еще мачо горячего. С учетом комиссии вышло 18620. Огромная коробка Данки-Донатсов. Мы забрались на пятый этаж, так как Starbucks находится на пятом этаже. Ну и, конечно же, Starbucks должен быть всегда с красивым видом. И вот здесь они сделали. Интересно очень, что Starbucks с классным видом на город, на стеклянный. Друзья, уже радует сразу, что мы приходим. И здесь уже есть кашка. Редко когда в Starbucks можно увидеть кашу. Последних всех этих латиноамериканских Starbucks каши не было. И, конечно же, друзья, вот это чили, я понимаю, это лучшая страна в раб вегано. Вот я бы, наверное, взял бы его попробовать. Ну что, друзья, закупились мы в Starbucks, в нашем любимом Starbucks. Друзья, за кофе, латте на соевом молочке с ванильным сиропом мы заплатили 6 долларов. То есть примерно в 2,5 раза дороже, чем в Аргентине в Буэнос-Айресе. И примерно на 1 доллар дороже, чем это мы покупали в Монте-Видео в Уругвайе. То есть, в принципе, цена на Starbucks хорошая. Вот, на кофе. Также мы купили здесь вот такой очень прикольный в раб веганский полностью. Давайте начнем. Сначала с глоточка кофе и оценим, как по вкусу здесь кофе. Прикольно. Здесь 2 шота. Здесь 1 шот кофе. Ну, это послаще даже. В общем, в сумме мне молочко нравится, соевое молоко, кофе прикольный. Но такой, ну, температура очень тепленькая, оно не горячее. Друзья, вот в раб здесь вообще бомба. Тесто полностью веганский в раб. Тесто внутри фасолька, кукуруза, киноа, перчик. Просто бомба. И там дальше еще сыр с морковкой идет. Веганский сыр и морковка. Однозначно вот за в раб. Огромный лайк. Их сразу 2 штуки было в комплекте. И стоили они 6 долларов. То есть получается примерно 500 рублей. Ну вот. Так что, друзья, все супер вкусно. Однозначно лайк Старбаксу. И нам подошел в имя Донса. О-о-о, друзья. В Чили так много выбора веганского. Во всех местах. Во всех местах. И в Старбаксе, и в Данки Донов. Так много веганского. Мы, конечно, вообще не ожидали увидеть. Кусай. Ну как? Можно я... Кусно. Кусно? Так. Шоколадный... Данов. Кусто шоколадное тесто. Даже совсем шоколадное тесто. Не ощутил. Не ощутил приколов. Но какой-то привкус есть. Теперь мы будем выбирать. Давай, я любил очень много вкусов в детстве. Кончики. Здесь хоть какой-то прикол есть. То есть, получается, внутри лимонная профитка. Типа сироп какой-то лимонный. Сверху кокосиком посыпано. Чувствую, все съедим. Взяли попробовать. Еще сейчас зарубим. Сладкое тесто. А мне дайте попробовать. Ну вот это, наверное, самый вкусный. Ну как, дочь? Лайк. Вот это лайк даже. Огромный такой лайк. Все зашли. Донатсы, конечно, бомба. Очень сладкие, вкусные, но не очень полезные. Ну что, друзья, пробуем самый дорогой из нашей коробки донатс. Премиум донатс. Который вообще стоит 200 рублей. Но мы его купили за 150. Сладкое бута. Но, правда, корица. Вот корица немножко дает, конечно, вкус. И вот корица здесь самая приятная. Ну и тесто другое, надо сказать. Прямо вот структура теста. И вот здесь. Дайте в кинотеатр. Какие цены. И вообще, есть ли фильмы здесь на английском языке с субтитрами. Сейчас посмотрим. В принципе, все фильмы новенькие. Все, что сейчас актуально, все показывают. Дубляж, дубляж, дубляж. То есть, пока вижу, что только фильмы на испанском языке без английского. Ну что, друзья, сказали, что да, есть на английском языке фильмы. Стоит билет 500 рублей. В общем, 5000 песо чилийских, что в переводе 500 рублей. Ну, в принципе, неплохо. Да, в хорошем кинотеатре с едой. Тут еще покушать можно купить. Очень классно. И на английском языке с испанскими субтитрами. Это супер лайк. Как-нибудь с удовольствием придем посмотреть. Пятый этаж в этом торговом центре. Это фудкорт. Кстати, здесь же, прямо рядом с фудкортом, такой аутдор-магазин. Можно купить разные вещи. Спортивные. Коламбия, Adidas, T-Rex. Смотрите, друзья, с какой-то нереальной скидкой. Еще раз, чем мне нравится очень чили, это наличие огромного количества веганских. Здесь веган очень хорошо выделяют. И можно купить, сделать себе веганский йогурт. Везде подписано. Без глютена. 0% трансжиров. Есть, например, полностью веганское молоко. Это овсяное молочко. Вот такой йогурт можно сделать себе веганский. Огромный лайк прямо. Я чили уже люблю за это. Здесь всевозможный попкорн видов. Просто нереальное большое количество. Здесь снова мороженое. А сюда даже очередь выстроилась. С одной стороны блинчики делают, а с другой стороны так красиво это выглядит. А с этой стороны мороженое продают. И я уверен, опять же, будет много веганского мороженого. Приценимся, какие цены здесь на спортивные вещи. Средняя цена 1190 рублей примерно. 4 700, ну, 4 800 рублей. Песо очень удобно считать. Примерно делим на 10. Получаем цена в рублях. Самое интересное, этот магазин объединен еще и с Найком. Магазин, то есть такой большой магазин. И тут бах, мы попадаем в Найк. И вот сейчас пойдем посмотрим здесь цены на супер популярные беговые кроссовочки. Zoom X. Вот такие кроссовки. Цена 15 990. То есть примерно, ну, кстати, нормальная цена. Чуть меньше 200 долларов. Мне кажется, это реальная цена, рыночная цена этих кроссовок. Но самых топовых я здесь не вижу. Да, я вижу здесь разные кроссовки. Но именно самых скоростных, самых дорогих здесь нету. Ну, еще найдем, думаю. Вот, кстати, классные кроссовочки. Zoom X с очень мягкой пеной. Invisible Run 3. Тоже, опять же, 17 990. Хотя, вот в Дубае такие кроссовки можно было купить за 300 долларов примерно. 250 долларов они стоили. Так что явно здесь, я думаю, что выгодно покупать всякие вещи, кроссовочки. По крайней мере, беговые точно. Кстати, здесь помимо кроссовок есть еще и техника. И вот здесь действуют айфоны, например. Сколько стоит вот последний айфон 14 Pro Max? Нажимаем, посмотрим, за сколько его можно купить в Чили. Получается 128 гигабайт, 129 тысяч рублей. Это 144 тысячи рублей. На 512 – 146 тысяч рублей. То есть, в принципе, цена дешевле 2000 долларов. Ну, конечно же, здесь супер выгодно покупать технику. Вот, цены просто супер адекватные. Айфон 14 Pro, получается, стоит чуть дешевле. 1 343 990 песо. Ну, откидываем ноль и получается 134 399 рублей. То есть, примерно дешевле 2000 долларов на данный момент. То есть, реально, цены очень классные. Спокойно можно здесь сюда приезжать и технику покупать. Все, что надо купить, здесь есть, по сути дела. Даже, наверное, гибкие смартфоны. Это, кстати, Garmin продается. Вот, но я новых часов от Garmin не вижу, к сожалению. Может быть, мы их еще где-нибудь встретим. Здесь уже продаются разные фирмы. И Philips, и LG. LG очень хорошо представлен в Чили. Прям очень много телевизоров прикольных. Правда, ценника я, к сожалению, не вижу. Хотя, вот, наверное, вот такой телевизор стоит 81 тысячу рублей. Ну, чего-то я не верю в это. Слишком дешево. Да, реально, друзья. 81 тысяча рублей. Вот, наверное, самый новенький Samsung Kulet 8K. Цена его, кстати, очень удобно. Везде написано цена. 419 тысяч рублей. Но он прям вообще космос. Очень красивый. А этот классный телевизор от Samsung тоже рамка. Тоже 80 тысяч рублей. Супер просто дешево. Какие-то цены просто нереальные. Так, ну что, мне отдел с техникой понравился. Смотрим дальше, что здесь еще есть. Кстати, вот цена на MacBook 16 Pro, самый новенький. 309 тысяч. Ну, прикольно. Самый новенький MacBook Pro 16 дюймов. Так, а я спускаюсь вниз. Продуктовый магазин. Так, а я спустился на минус первый этаж. Это как раз вход на Sky Castanero, где мы сегодня были. Вот, здесь в основном магазины техники. Даже можно купить автомобиль. Друзья, прямо на минус первом этаже. Приходи, Kia. Новенькая тачка. Sportage. И цена. Посмотрите, какая приятная цена. Так, миллион 159 тысяч рублей. Вот за такой Nissan прикольный. Кстати, сейчас 8 часов. Уже многие магазины закрываются. Такое ощущение. Что смотрю, уже где-то закрыты створки. Или закрываются створки. Очень рано. Кстати, здесь очень популярен это Movistar. Он, кстати, и есть. Xiaomi очень хорошо представлен в Чили. Везде вот эти магазинчики Xiaomi прямо супер распространены. Вот такие самокатики прикольные. Кстати, цена, ну, предельно адекватна, что ли. 44 тысячи рублей. Да, примерно 500 долларов. Вот такой классный Xiaomi самокатик. В Аргентине, конечно, цены на них огромные. Просто намного дороже стоит все. Да, друзья, здесь магазин закрывается намного раньше. Вот получается, сейчас уже 8 часов 30 минут. И почти все магазины уже закрыты. То есть, по сути дела, здесь торговый центр работает примерно до 8 часов. Все, остальное все закрывается. Хотя сам торговый центр работает до 10 часов. Но в основном уже 8 часов все магазины закрываются. Выбрали, в общем, покушать, поужинать нам вот такую классную кафешку. Как закупка в этом шикарном торговом центре? Мне очень понравилось. Правда, мне кажется, приезжать надо опять побольше. То есть, мы как всегда думаем, что это просто быстро пройти. Но здесь так много всего, что... О, какой огонь! Да, тут вообще готовят просто нереально, ребята. Я тут специально выбрал это с открытой кухней. Кафешку. Тут много веганских разных выборов. И тут ребята просто нереально круто готовят. Прямо огонь так огонь! Выбор, конечно, поражает. Это вот как в Рагбае было. А здесь все так. То есть, и продукты, и во всех отделах просто нереально. Мы заходили, например, с мачкой. Отдел рукоделия. Там всякие нитки для выживания, клубки. Просто все цвета, все материалы, все размеры. Это что-то нереальное. Кстати, еще были в магазине Лего. Я тоже сняла шорс. Можно посмотреть в шорс. Очень много разных наборов. Магазин маленький, но в нем есть очень дорогие наборы. Это по 20-30 тысяч рублей. Это показывает уровень. Потому что бедная страна не привозит Лего. Да, да. Чили, конечно, это другая страна. Как будто мы не в Латинской Америке находимся. Выбор колоссальный. Я вообще думаю, завтра еще прийти в этот торговый центр, чтобы что-то посмотреть, спортивные вещи. И технику. И технику. И может быть даже часы обновить. Да, и может быть даже часы обновить. Попробуем найти гармин. Еще только момент. Мне кажется, что они очень близко взаимодействуют с Америкой. Потому что я видела очень много американских товаров, которые мы покупали, когда жили в Америке. Ну что, друзья, нам принесли этот потрясающий чилийский рамен. Очень прикольно выглядит супчик. Вот так красиво. Тут, смотрите, есть и водоросли, и тофу, и вот этот росточки, гороха. Это фасолька. И здесь еще рисовые макарошки. Они спросили, какие макарошки. Я говорю, давайте рисовые. Просто фантастика. Идеально. Он и не пересоленый, и... Ну, вот просто идеально, в общем. Так, водоросли очень понравились. Сейчас пробуем. Самое главное в этом блюде – это тофу. Просто фантастика, друзья. Я бы каждый день кушал такой супчик. Просто огонь. Это блюдо 5 баллов. Идеально просто. Идеальный ужин. Одно такое блюдо, и больше ничего не надо. Но у нас есть блюдо номер 2. Вот такой красивый вок, друзья. Здесь у нас орешки кешью. Прямо при нас готовили. Здесь у нас тофу в соевом соусе. И грибочки шитаки. Без риса, без макарон каких-то. Вот так готовится настоящий веганский вок. Пробуем. Один белок. Супер полезно. Просто фантастика. Я ни разу не пробовал блюда в таком сочетании. Орешки кешью, грибы, шампиньоны, грибы шитаки. И еще тофу. Это просто фантастика. Take a walk называется. Да, кафешка называется Take a walk. Обязательно приходите сюда. Если вы любите веганские блюда, берите то, что мы заказали. В принципе, тут есть небольшой выбор. Еще салатик можно было взять. Еще что-то. Вот. И пробуйте. Жирнейший лайк, друзья. Хорошо мы покушали. И заплатили за все это 1900 рублей. То есть получается 23 доллара. Я считаю, это супер цена. Мы полностью наелись. У нас было два блюда, но они большие. И мы хорошо поели. Кстати, самое интересное, что в чек они сразу вписали нам еще 10% чаевых. Здесь этой суммы нету. Но в итоге мы заплатили 19 тысяч. Ну, 1900 рублей. А не 1798 рублей, как у них здесь написано. Так что, друзья, вот так сразу 10% они вкладывают в чаевые. И, кстати, первый раз, когда мы покупали еще в Starbucks кофе, там надо указать чаевые. Прямо, когда карточкой оплачиваешь, надо указать, сколько ты хочешь чаевых. Ну, как правило, там нолик ставишь, и нормально они вроде не возмущаются. Но здесь уже больше похоже на американскую систему. Когда покушав, ты, ну, как бы сам по себе должен оставить чаевые. Здесь именно такая ситуация. Друзья, мы хотели подойти и попробовать снять деньги в банкомате Чили. Банк называется Банка де Чили. И комиссия за снятие денег с нашего долларовой карточки составляет почти 10 долларов. Даже больше 10 долларов. Получается примерно 11 долларов. Это, конечно, самая большая комиссия из всех банков, где мы когда-то вообще пытались снять деньги. Конечно, супер дорого. Поэтому мы не стали здесь снимать наличку. Попробуем найти другой банкомат. Ну что, друзья, у нас сегодня продолжение закупок в этом торговом центре. Вот. Сегодня хотим посмотреть, в принципе, цены на какие-то технику, на одежду, на кроссовки, что-то такое. В общем, какая здесь цена. Так что погнали. Зашли в отдел инструментов. И здесь, ну, тоже средний ценник на гитару. Такая, в принципе, неплохая акустическая гитара. 4, 5, 6 тысяч рублей. В принципе, неплохо. Даже укулени есть. Укулени 3 тысячи рублей. И электрогитары. Но вот электрогитар уже подороже. Вот такая 18 тысяч стоит. Это Нарбас гитара. 4 струны. Yamaha. Классный синтезатор. 18 тысяч рублей. Зашли в магазин Samsung. Здесь прямо огромный магазин Samsung. Здесь очень крутой ноутбук от Samsung. Я вообще первый раз вижу ноутбуки от Samsung. На 13-м генерации. Это, наверное, процессор. Да, 13-е поколение. И цена его, например, 229 тысяч рублей. То есть, в принципе, ну, наверное, цена такой же, как макбук. Но мне нравятся вообще прикольные. Они прям максимально похожи на макбук. Вот. То есть, прямо все подчистующе-то и скопировали. Планшет тоже 129 тысяч рублей. Ну, выглядит очень прикольно. Ну, как планшет, это как ноутбук. Да, ну, и как планшет ноутбук. Да, здесь клавиатура. Здесь он складывается во все стороны. В общем, прикольно. Я первый раз вижу, на самом деле, у Samsung. Даже в Аргентине мы когда были, не было представлены ноутбуки от Samsung. Ну, я не видел, по крайней мере. Может, они были, но я не видел. И цены здесь на, вот, например, последний Galaxy S23 Ultra, самый топовый, 144 тысячи рублей. Ну, это на 256 гигабайт. То есть, в принципе, мне кажется, цена адекватная. То есть, где-то примерно полторы тысячи долларов. А вот сейчас посмотрим, например, мой. Ну, да, цена вообще очень хорошая. 137 тысяч рублей. Вот. То есть, это примерно получается 1700 долларов. Примерно по такой же цене его можно купить и в Аргентине. В общем, здесь цена хорошая на Samsung. Очень классный проектор. Мы его постоянно используем, постоянно с ним путешествуем везде. Здесь классная композиция. Хотели купить вот такой кейс. Смотрим, отдельно к нему продается. Потому что в нашем комплекте не было кейса. Но, к сожалению, он не продается. Уже не первый раз, куда мы не приезжаем в магазин Samsung, нигде нельзя купить этот кейс. То есть, зачем-то его поставили, но при этом сам он не продается. И это прямо фейл большой. А очень хотелось бы. Вот как работает, кстати, этот. Здесь видно. Друзья, в торговом центре на минус первом этаже есть даже лаборатория, куда можно прийти и сдать анализы. Пошел сделать покупочки. Зашел, там анализы сдал какие-то, какие нужно. Супер удобно. Уже второй или третий магазин насчитывает музыкальность. Прям огромный музыкальный магазин, где можно купить пианино, синтезаторы. Усилитель даже. 100-200 долларов за гитару хорошую, акустическую. Заходим в магазин Изи. Это подобный магазин, как в Аргентине. Посмотрим цены. Это аналог, наверное, Леруа Мерлена. Отличие, конечно, от аргентинского Изи, что в Аргентине там заходишь и сразу начинается, получается, какие-то идут кровати, диванчики, стульчики. А тут прямо надо пройти и много расстояния. Давайте посмотрим цена. Вот за такой диван прикольный. Придется заплатить 29 тысяч рублей. Блин, я считаю, что это вообще недорого. Но он, правда, конечно, меня немножко смущает. Вот, но в сумме, я думаю, хорошая цена. Вот, например, стол. Хороший стол. 39 тысяч рублей. Вместе сразу в комплекте идут еще 6 стульев. Вообще супер. Вот буквально заехал, купил 39 тысяч рублей. То есть получается что-то порядка 500 долларов. Сразу 6 стульчиков. Столик прикольный, обеденный. Мне нравится. Опять же, огромное количество компьютерных стульев. Огромный выбор. Это вот большой плюс изи, что можно прямо приехать и здесь сразу закупиться по полной. Шкафчики, компьютерные стулья. Все есть. Но мне кажется, да, то есть да, цены вроде неплохие. Ну, в сумме мы смотрим, да, то есть вот, например, такой компьютерный стульчик 7 тысяч, ну, 8 тысяч рублей, да. Но я бы, наверное, все-таки поехал бы в Икею. Икея, да, очень интересно. И посмотреть, какие, конечно, там цены. Но в среднем изи, мне кажется, тут подобные цены, что и в Аргентине. Вот так на вскидку немножко прошли. По мебели посмотреть. Я думаю, что очень похоже. Огромная проблема в Аргентине была купить ковры. Вообще их не было. Вот здесь посмотрим, есть ли здесь выбор. В магазинах изи в Аргентине мы не нашли ковры, хотели очень купить вот ковры. Подобные такие, очень мягкие, супер приятные. А тут это вообще, вообще космос. Понятно, что это не настоящий мех, то есть это синтетический мех. Но он очень приятный и на ощупь прям вообще. Я бы с удовольствием купил такой ковер. Цена его, вот за такой ковер с размером тут со скидкой сейчас хороший идет, за 16 тысяч рублей можно купить 2,3 на 160 сантиметра. Ну, то есть 1,60 на 2,3. То есть, в принципе, неплохо. И при этом очень качество приятное за 200 долларов. Ну, условно, 16 тысяч рублей. Да, друзья, здесь уже совсем нет проблем с покупкой хорошей строительной техники. Хотите Макита, без проблем. Бош, без проблем. Все, что необходимо по любому бюджету, все есть. Вот, любые инструменты строительные. То есть, в принципе, здесь, конечно, выбор намного богаче, чем это было в Аргентине. Потому что в Аргентине в основном были местные только бренды. Вот, а здесь вообще любой, от американских брендов до японских брендов, в общем, всю хорошую технику можно все купить. Строительную, там, бытовую технику. Это, конечно, однозначно лайк. Заметьте, очень интересно, в Чили продаются розетки. Если в Аргентине они такие две палочки, такие необычные, вот, здесь очень удобно для европейских вилок, что всегда попадешь. Ну что, друзья, если подытожить вот про этот магазин Изи, да, мне кажется, что здесь цены не отличаются от аргентинских. Я в среднем так на мебель посмотрел, примерно такие же цены. Но при этом выбор, ну, намного шире. То есть, мне показалось, что вот по технике, по какой-то строительной, по, в принципе, по выбору мебели, тут прямо очень хорошо. Все прямо максимально классно. И мне кажется, сюда можно спокойно приезжать и закупаться, там, обставить квартиру. Но, опять же, мне кажется, так как в Чили есть Икея, я бы поехал туда. Тут, кстати, еще такая ситуация, что мы видим постоянно, вот, люди. Сзади, например, вот товарищ стоит такой прямо оборудованный, с техники такой, с этим, ну, как будто военный. Вот, и это вот, что на входе, когда мы входили в торговый центр, что здесь. И это немножко, ну, странно, потому что, ну, как бы видно, все-таки с безопасностью здесь не супер безопасно, вот. Хотя, вот я здесь себя чувствую абсолютно безопасно. Тут я не вижу каких-то криминальных личностей. Но по всему центру, вот, особенно на входе, постоянно стоят люди, вот, прямо такие в амуниции. Вот, видимо, очень следят за безопасностью. Вот, опять же, впереди вот человек снова стоит, вот, прямо в шлеме, в таком мощном, вот. Прямо такой оборудованный, как военный. Так что, друзья, наверное, здесь все-таки с безопасностью не самая, ну, такая простая обстановка получается. Кстати, здесь абсолютно все те же самые бренды телефонной связи. Это Movistar, который есть в Аргентине. Это Clara, который тоже есть в Аргентине. Только единственное, мы не видели пока нашу Personal. Ну, а, кстати, мы с нашей симкой Personal Flow путешествуем уже по всей Латинской Америке. Она везде работает хорошо в роуминге, хороший интернет дает. Даже 5G, кстати, Чили. Это одна из стран, которая прямо вот здесь, в Латинской Америке, где очень много ловит, где 5G. То есть, очень быстрый интернет. Это, конечно, круто. А мы нашли огромный декатлон, просто гигантский. Хотим сейчас пойти, зайти туда и посмотреть, какие там цены. Опять же, везде охранники, чтобы максимально было все безопасно. Цены вот на велосипеды, да, 138 тысяч рублей. Ну, это прямо такой классный велосипед, смотри. Вместе с компьютерным этим... Ну, рамы необычные. А, это, наверное, электро-электро. Мне кажется, это электро-велосипед. Но, конечно, очень крутые экземпляры тут продаются, да. Тут прямо на входе сразу велики. Здесь очень много велосипедистов гоняет. В общем, выбор колоссальный. Цены... Ну, друзья, смотрите, вот за такую классную беговую дорожку придется отдать 70 тысяч рублей. Неплохо. Тысячу долларов, даже меньше. 800 долларов. Ну, она такая мощная, прикольная. Вот этот самый топовый ролл, да, на котором лучше всего растягиваться. Он, кстати, мягкий, такой приятный. Да, и, кстати, цена всего 3,5 тысячи рублей. Находясь в Аргентине, нигде не видел вот этих штуки. Эспандер. А в этом мы его оставили в Дубае, когда уезжали. Там зачем-то оставили. Она была с тобой взять. В общем, прикольно. Он стоит всего 400 рублей. Чили тоже очень популярный этот падл. Вот, выбор вообще ракеток просто колоссальный. Вообще любые ракетки. На любой уровень, на любую цену. Вот. Ну, кстати, средняя цена за ракеточку здесь 4 тысячи рублей. Вот такая цена за такую прикольную ракетку 4 тысячи рублей. И, кстати, можно прямо оттренировать все ракетки, попробовать прямо на месте. То есть, получается, заходишь сюда, да? Заходим сюда, берем ракеточку и погнали. Бум. То есть, получается, пластик. А, это стекло. Это стекло, это не пластик. Вообще, первый раз вижу, да, что здесь можно... Офигенная идея. Жалко, что здесь нет бадминтона. Так тоже бы оттестить прямо ракеточки можно было с валанчиком. Да, он берешь ракетки и погнал рукбасить. Лодочки, друзья, посмотрите, какие классные здесь продаются лодки. Это, ну, не лодка, это вообще какой-то... Даже не знаю, для чего это использовать. Неужели это такой серф? Он слишком огромный, вон. Вот эта лодочка прикольная такая, 22 тысячи рублей. Вот можно всей семьей сесть. Один сюда, один сюда и погнали. Мы бы, наверное, всей семьей даже поместились. Да, Декатлон, конечно, радует, друзья. Выбор просто колоссальный. Все есть, все, что необходимо вообще для любого спортивного мероприятия. И лыжи можно взять, погонять. Здесь, кстати, актуально. Очень хорошее, чувствую, такое термобелье для деток. 6 тысяч рублей, ну да, стоит, конечно, недешево, нифига. То есть почти 80 долларов, да, такая штука. И термобелье есть. Мы собираемся скоро поехать в Патагонию, вот, в Аргентину полететь. В холода, там уже минус 5 где-то температура. Ну, от нуля до минус 5 падает. И вот нам надо будет что-то купить тепленькое. Вот, но цены, конечно, здесь не дешевые. То есть вот такая, да, хорошая. Прямо чувствуется даже по материалу, что будет очень хорошо. Влагостойкая и будет хорошо держать температуру, тепло. Да, но цены, конечно, здесь на, вот, на одежду, получается, не из дешевых. Да, то есть вот так, чтобы деткам купить, ну, то есть придется потратить на каждого, наверное, тысяч по 20 рублей. Первый раз такое вижу, что уже касс нету просто. Все сам оплачиваешь. Да, но девушка ходит пока, помогает, да, чтобы все было максимально понятно. Минус первый этаж мы весь посмотрели, там вот магазин Изи был. Здесь на первом этаже большой магазин продуктовый Джумба. Мы вчера его снимали, все цены показали. Вот, здесь, кстати, очень красивый такой установленный панель, мне кажется, от Самсунга. Правда, где-то перегорело. Вот, и так прикольно выглядит. Здесь прямо магазин Лего. Очень классный магазин Лего. Куда мы сейчас зайдем и посмотрим, что-то есть здесь необычное. Вау, Волт Дисней, замок Волт Диснея. Супер. Здесь прямо можно купить вот так фигурки героев. Тут очень много. Если потеряли фигурки, вот можно взять такую штучку здесь, набрать себе много фигурок и заплатить при этом за три штуки 100, 1300, да, 1400 рублей. Причем собираешь что-то полно с аксессуарами, со всеми. В общем, фишка, конечно, классная. Для всех любителей Лего обязательно прийти и посмотреть, может быть, что-то купить себе, подарок кому-то. Вот, кстати, аватар. Тоже вообще супер, вообще классно. Да, если бы мы не уезжали, я думаю, можно было бы что-то купить. Да, мы есть много чего. Да, по-любому. Кстати, друзья, здесь очень прикольный книжный магазин, двухэтажный. Двухэтажный книжный магазин с огромным количеством разных книг. Была новость, что в России книги очень сильно подорожали из-за бумаги. Вот, но здесь, вот смотрите, книги, средняя цена примерно, ну, 1440 рублей. Тоже, ну, очень недешево. Вот, 1600 рублей за книгу. Представляете, какие цены здесь? То есть, прямо реально книга, ну, за цену, вот, например, 2500 просто за книжку получается бумажную. Но при этом какая-то у них популярная. Да, но при этом супер популярная, и людей много покупает. Ну, вот это, на самом деле, очень интересно. Конечно, при такой цене за книгу, в среднем от 1500 до 2000 рублей, но при этом действительно много очень людей закупается. Значит, люди очень любят читать здесь, и это классно. Мы подошли к интересному такому месту. Тут мумия фараона такая, очень классно сделана, из камушек. Красивые разные поделочки такие. Вот, правда, цена не написана, но так посмотреть можно прикольно. Друзья, сейчас недавно мультик вышел, Mario Brothers. И тут продают, вот, ребята подпуятили, сделали прикольную такую бомбочку для ванны. Кидаешь туда воду, и получается... Что это будет? Из воды какой-то будет сюрприз. Марио. Для деток, я думаю, вообще супер. Мы подошли к магазину Ripley. Это огромный четырехэтажный магазин. То есть у них там много-много разных всяких брендов получается. От часов до любых там всяких обуви там и так далее, до техники. Пойдем посмотрим. А, ну здесь в основном такая прогулочная обувь. Ну, опять же, вот, например, 7200 за кеды. Такие скетчерс, кроссовочки. Какая цена? Вот, средняя цена 4800 рублей. Ну, да, нормально, в принципе, да, для скетчерсов неплохо. Да, с учетом того, что качество... Хорошее. Ну, что, друзья, мы доехали на второй этаж. И здесь пошли вещи. Рай для шопоголиков. В общем, но что радует, что есть абсолютно все бренды. Самые знаменитые американские, европейские бренды. В общем, любые бренды одежды тут есть. Например, за нами Левис. А здесь он, Виктория Сикрет. Идем дальше смотреть, что еще здесь есть. Бренд популярный, Форева 21, да. Вот такой свитер. Ну, кстати, классный, красивый свитер. 2499 рублей, 2500 рублей. 2000 рублей бадди. Ну, мне кажется, цены адекватные вообще в пределе. Вот джинсы, например, тоже классные. В общем, мне кажется, вот, цены вполне приемлемые. А здесь огромный выбор ботиночек Ла Коста. Прямо такие супер стильные. Средняя цена. Получается, за ботинки 9, ну, в общем, 10 тысяч рублей. Ну, в принципе, неплохо. 120 долларов. Ну, так выглядит классно ботиночки. Такие яркие, прямо супер. Вот, с мягкой, кстати, пеной. Вот, и брендовые. В общем, мне нравится, классно выглядят. А мы подходим здесь к двухэтажному магазину Zara. Огромный выбор, опять же, вещей этого бренда. Тут просто, наверное, первый этаж – это женская одежда. Второй этаж, наверное, мужская. Ну, прям вот такой пальтишко. Сейчас уже зима начинается. Очень актуально. 16 тысяч рублей. Ну, что, прикольно. Прямо такое теплое, хорошее пальто. Вот такой свитерок прикольный, белый, да? Давай посмотрим. Классный. 3 тысячи рублей. Очень прикольный свитерок. Очень мягкий такой. Максимально. Очень приятный, да. В общем, цены, я считаю, супер вообще. Супер приятные цены, которые, как обычная, наверное, Zara в Турции. Вот, кстати, классный магазин Gap, да? Тоже очень популярный. Вот свитер приятный, да? 7 тысяч рублей. Ну, с 30-ти процентной скидкой, наверное, будет вообще супер дешево. Так, ну что, здесь есть популярный бренд H&M, которого, кстати, не было вообще в Аргентине. И здесь вот интересно посмотреть. У H&M очень классно, что есть детские всякие прикольные вещи. 4 тысячи рублей. Ну, это, по сравнению с тем, что в Гэпе мы видели, это прямо супер такая, ну, добротная. Нью-Йорк, вот такая толстовочка, 2 тысячи рублей. Цены такие, что супер вообще. А на самом деле очень мягкая, очень приятная. Ну что, друзья, смотрим наш любимый Гуэс-магазин. Вот такая крутая курточка, прямо супер мягкая, да? Но уже брендовая, да, фирма, получается, стоит 20 тысяч рублей. Штаны 12 тысяч рублей. Вот такие джинсы. Гуэс. Да, обычная цена для Гуэс, да. Вот такая красивая футболочка. 4 тысячи рублей. Ну, нормально, 50 долларов. Вот давайте, да, смотрим платья. Сколько вот такое красивое платье? Made in China. Кстати, здесь очень много товаров из Китая везут. И вот такое платье, например, супер красивое, стоит 35 тысяч рублей. Все в блесках вообще абсолютно. Здесь такие черные блески, здесь сверху блестящие. Машенька бы очень оценила такое платье. Она любит черные, да? Черные и блестящие. Так, а мы забрались на третий этаж. Это уже H&M, как бы, верхний этаж. Сейчас посмотрим, что есть детская. Здесь прикольная. Ну, кстати, прикольно. Друзья, посмотрите, какая красивая, вот, например, толстовочка, да, в H&M для детей. На ребенка. Вот, например, такая толстовочка. Желтенькая, такой цвет красивый. Всего 900 рублей. Прикольно вообще, да. Я думаю, по-любому надо взять, да. В общем, я думаю, всем и Маше, и Ми, и Май можно взять такую красивую made in Chile. Смотрите, друзья, это еще такие у них, как наскальные рисунки, получается, да. Очень прикольные такие. Это красивая надпись. Любовь. И, кстати, шапочку можно такую взять. Мы поедем скоро путешествовать в далекие края. И очень прикольно будет такая шапочка. Приятная. Подошли. Опять же, в H&M. Очень классно, что есть вот такие прикольные свитерки сельдзианной. Вот, например, здесь вот тоже. Кстати, такая, да, курточка вот сельдзианной стоит 2200 рублей. Вообще, суперадекватная цена. Вот такая очень классная прямо толстовочка, да. Получается, стоит 3000 рублей. Ну, прямо супер теплая, очень приятная. Так, друзья, наш любимый самсонит. Можно купить вот как мой этот самый лучший чемодан в мире. Вот, кстати, такой же есть. Да, у меня есть такой же есть и большой чемодан. Да, прикольно, кстати, набор прям можно было бы взять. Смотри, такой. Какой гигантский. Такой, да, огромный. Такой. И цена его получается, да. Да ладно, 23000. 23000 очень дешево, да. Но я думаю вот по поводу качества. Ну, как и шоу. То, что у меня, у меня вот этот очень хороший. Самсонит. Ну, вот, например, смотри, вот такой отличный чемодан. 40 тысяч рублей. То есть, ну, это прямо супер дешево. Очень странно, да. Ну, конечно, дешево. То, что я такой видел, он там 1000 долларов стоил. А здесь получается 41 тысяча, это 500 долларов. Хотя это тоже большой очень чемодан. Согласно, они легкие. Да, они супер легкие. Вот, например, красный чемодан. Вот, самый большой, да, самый крупный. Вот, например, цена его, да. Вот этот самсонит, чтобы здесь купить, например, офигенный чемодан, вот, получать самый большой размер 44 тысячи рублей. То есть, получать чуть дороже 500 долларов. Ну, это супер выгодно. Да, это супер выгодно. А это супер легкие чемоданы, очень классного качества. Друзья, а мы нашли очень классный магазин Drone Store, называется, где можно купить новенький дрон. Пойдем посмотрим, сколько стоит. Круто, здесь можно и затестить, полетать на дроне, получится. Это, друзья, новый DJI Mavic 3 Pro. Вот это бомба вообще. Блин, надо брать. Офигенный просто дрон, нереально, да, нереально огромный. Цена за такой, получается, самый простой комплект стоит 249 тысяч рублей, уже обрыженные 427 тысяч и 569 тысяч, самый топовый. Но это, конечно, цена не дешевая, то есть, порядка 6 тысяч долларов. На вот такой самый простой дрон стоит, получается, 3 тысячи долларов примерно, 3 тысячи 100. Но надо учитывать, что в Чили ты платишь налог НДС 19%, и, по идее, этот налог потом можно вернуть. Вот, его можно вернуть потом в аэропорту, и мы, может быть, попробуем купить камеру и вернуть этот налог. Посмотрим. Ну что, друзья, мы дошли до четвертого этажа, и здесь, получается, весь четвертый этаж представлен в основном спортивной брендой. Пойдем посмотрим в Adidas, какая цена в среднем на вещи. Ну, кстати, для бега я вот уже не первый раз замечаю, что здесь не так много вот свеженьких, чего-то новенького, такого прикольного я не вижу. В основном все такие модельки, ну, есть что-то новенькое, но выбор, правда, очень маленький. Так, ну что, мы все-таки нашли стенд Adidas бегунов, для бегунов, да, и вот сейчас что-то новенькое. Вот это, наверное, самый легкий, да, вообще суперлегкий, наверное, грамм 100 весит, 150 с карбоновыми такими вставками. Вот сколько, интересно, такие стоят. И вот за такие кроссовки придется отдать 21 тысячу рублей. Ну, в принципе, 250 долларов, мне кажется, для карбоновых кроссовок это хорошая цена, да. И, кстати, выбор вообще колоссальный, то есть очень много. Беленькие, зеленые, бостонский марафон в Adidas, в Adidas Pro 2 пробежали за 2.06, друзья. Офигеть вообще. Вот именно в этих кроссовках марафон пробежали за 2.04. Это просто космос. Ну, они реально очень мягкие, очень приятные на ощупь. И, кстати, такая шина Continental. 250 долларов. И ты чемпион. Еще один книжный магазин, друзья. Ну, это просто нереально вообще. Конечно, в Чили очень любят читать. Еще один огромный. Просто смотрите, какие тут книги есть. Вон, книга про Adidas как раз, откуда мы только что ушли из магазина. Ну, в общем, выбор, конечно, просто нереально. Книги очень любят. Следующий магазин спортивный, Puma. Тоже просто колоссальный, нереально огромный магазин. Колоссальный выбор. Все свеженькое, самое последнее. Re-innovation. Магазин Asics. Кстати, большой магазин Asics. Вот, тоже очень, я думаю, свежие ботиночки. Вот как раз беговые. Вот, например, Nimbus 24. Моделька, в которой я долго бегал. Здесь цена ее по акции 11 тысяч рублей. То есть, в принципе, 150 долларов где-то. Здесь в основном все такие уже модельки более старенькие. А вот там как раз есть более новенькие. Здесь тоже для тенниса, большого тенниса. Ну, скорее всего, эти можно и для бадминтончиков, хотя нет. Для бадминтона тяжеловато будут. Так, а это беговые. Самые, да. Вот это самые быстрые ботиночки. Boost. Speed, кстати, очень легкие вообще. Просто невесомые. Тоже стоит 11 тысяч рублей. Ну, 12 тысяч рублей в общем. 150 долларов. Ну, выбор, опять же, очень большой. И в этом плане, конечно, офигенно просто. Новая серия гель Каяна. 14 тысяч рублей. То есть, 170 долларов где-то. Ну, в общем, классно. Мне кажется, очень прикольные ботиночки. Гель Nimbus. Такие красивые прямо. Так что, да, выбор очень большой, очень классный. И здесь, кстати, можно, смотрите, получается, затестить, да. То есть, можно пробежать, вот там, потестировать на беговой дороге. Кстати, друзья, этот торговый центр, такое ощущение, супербезопасный. Потому что, смотрите, везде, везде, везде есть ограничения, вот такие высокие барьеры, что, да, ребенок никогда не полетит, или там, взрослый не перевалится туда. В общем, очень, да, очень безопасно. Супер. Нашли беговой магазин. Вот здесь даже реклама идет. Есть Asics Nike. Самые последние модельки беговые. Идем смотреть цену. И, может быть, мы здесь закупимся. Крутейшие ботиночки. Сколько они здесь стоят? Давайте посмотрим. И цена их здесь 159 тысяч. Песа, что в переводе 16 тысяч рублей. То есть, примерно 200 долларов. Я обязательно их возьму, потому что это лучшие ботинки для всех бегунов. Ну, особенно для новичков. Потому что я просто их обожаю. Я пробежал в этих ботиночках полумарафон. Мои уже подстесались. Я с них пробежал больше 300 уже километров. Но это прям вообще топ. Выбор просто. Брукс. Сакани. Это OnCloud. Хока. Хока. 14 тысяч рублей. В общем, выбор просто суперский. Однозначно место обязательно для посещения всем бегунам. Огромный выбор вещей для бега. Кроссовок для бега. Купили мы две пары сразу этих топовых кроссовочек. Вот это в этом магазине. Спасибо. В магазине K1. Вот этот OnCloud. Это офигенная компания Cloud Surfer. Кроссовочки называются Cloud Surfer. Всем рекомендуем бегунам. Это просто лучшие кроссовки. Вот они они. Мы взяли себе черные вот такие красивые кроссовочки взяли в черном исполнении и заплатили за них где-то примерно получилось 190 долларов. 180-190 долларов где-то так. Это четвертый этаж чисто спортивный. Да, спортивный этаж. Вообще круто. Вот, например, чисто New Balance. Да, тоже огромное количество разных кроссовок беговых и обычных прогулочных. Вот. Ну, мы самое главное купили, везем из Чили. Крутые кроссовки. Самое прикольное, что здесь даже есть массаж. Можно пойти на массаж. Это, я так понимаю, номер кабинета, куда можно сгонять. И насладиться массажем, отдохнуть. Это, конечно, плюс большой в торговом центре. Здесь очень много популярных этих брендов тоже одежды зимней. Что мы там вели? Патагония. Здесь North Face, популярные бренды. Коламбия. В общем, опять же, чтобы одеться и поехать на юг Чили, в национальные парки, на горы хайкать. В общем, тут прям можно хорошо закупиться. И цены, кстати, тоже очень адекватные. Они примерно такие же, как общие по рынку. То есть, без всяких там накруток нереальных. Компания Sony в Чили очень хорошо представлена. И вот в городе Сантьяго их несколько официальных магазинов. Прямо супер крупно. Сейчас пойдем посмотрим как раз. Погнали. Самая топовая камера Sony Alpha 1. С офигенным объективом 70-200 миллиметров. Вот это 585 тысяч рублей. Но здесь надо узнавать, сделают ли они Tax-Free. Потому что если по Tax-Free покупать, то получается очень выгодно. Если покупать без Tax-Free, то переплачиваешь где-то процентов, получается, на 15 от средней цены на магазине B&H Photo. Вообще все, что нужно. Любая последняя самая камера. Влоговая камера. Не влоговая камера. Вот. Всевозможные объективы. Вот опять же последние модельки Sony. Здесь даже вот большая видеокамера представлена. Очень классная Sony FX6. А, здесь правда нету этого к ней. Рукоятки. Вот. Но это класс с таким кинообъективом. Крутым. Вот такая. То есть, друзья, все есть. Все можно купить. 540 тысяч рублей. Да, все можно попробовать. Кстати, что очень классно, получается, все работает. То есть, вот мы, например, берем, да, мы спокойно включаем все абсолютно рабочее. Мы включаем. Опа. Все работает. Можно поснимать, пофоткать. Вот. Здесь. Оп. Это, конечно, огромный плюс. Даже еще продаются вот такие хэндикамы. В свое время мы первые видео снимали вот на такую камеру. Очень прикольную. Огромный выбор оптики. И везде показано, да, для какой цели каждый объектив. Это, например, да, пейзаж. Да, вот здесь тоже пейзаж, макросъемка. Это портрет. Это еще что-то такое премиальное. Да, портрет, пейзаж. Вот. Очень прикольно, что, да, есть абсолютно выбор большой. Ну что, друзья, мы завершаем наш шопинг в Чили, в городе Сантьяго. Мы приехали в другой молл. Спортивный молл. Я вообще первый раз такой вижу в городе. Спортивный молл. Здесь есть еще огромный скалодром. Просто фантастика. Вообще гигантский. Гигантский скалодром. А с этой стороны так еще есть и классные детские площадки. Там лазилки, да. Получается и детские площадки, и лазилки, где можно полазить. Прикольно. И по... Ну, очень классно провести время всем деткам. Вот. Ну, и так же закупиться, по идее, можно. Вот. Так что, конечно, в этом плане огромный лайк. Вот как называется это получается. Молл спорт. Вот. Очень прикольно. Конечно, уровень здесь скалодрома нереальный вообще, мне кажется, пройти. Но там добраться до самого верха. Если скалодром мы видели, да, был который в Дубае. Там прикольно был тоже в торговом центре, в этом, The Mall of Emirates. Там был скалодром. Но здесь это просто какая-то фантастика. Офигенные часики Garmin. Вышли новые часики. И мы как раз их сейчас купим. Тут вот последний эпикс нового поколения. А второго, в общем, прямо новые часики офигенные. Вот. Здесь, кстати, выбор очень большой. Можно купить и тренажеры от Garmin. То есть, Garmin здесь продукция тоже очень хорошо представлена. Цены, в принципе, адекватные. Можно брать. Огромный просто выбор. Все есть. Даже такие штучки. Педальки есть на это. На велосипед. И вот такие еще часики себе взяли для бегунов. Это новая коллекция Mark. Самые топовые премиальные часы от Garmin. Второго поколения. Для бегунов. Для атлетов. Вот. Проверим. Затестим. Обязательно снимем обзор на эти часики. Потому что это лучшие часики для бегунов. Вот. Как раз сюда поедем. И там будем бегать. Всем рекомендую вот эти наушники. С этими наушниками мы уже покупали в Дубае. Вот такие наушники. Бегаем в них уже очень долго. Наверное, полгода. Очень нравится. Это прямо вообще самый топ. Для тренировок. Они водонепроницаемые. И как раз можно в них очень удобно заниматься. Здесь это немножко другая модель. Но я бы рекомендовал именно вот эту. Она очень легкая. Почти не чувствуется на ушах. И на всех тренировках, на соревнованиях бегаем в них. Все так красиво, прикольненько. Нам, кстати, здесь даже делают еще и скидку. 3% на все часики. Кстати, везде подписана цена. Forrunner 265. 49 тысяч рублей. Ну, 50 тысяч рублей. Вот. 965. Получается 70 тысяч рублей. Мне очень нравится, как реализованный этот магазин. Здесь такие красивые стенды. Показывают такие красивые фотографии распечатанные. Как можно использовать часики Garmin. Это более-таки умные часики. Вену. На главном пьедестале, конечно же, Garmin, Epix и Fenix. Это самый топ. Все работает. Можно прийти, спокойно потыкать. Все абсолютно работает. Посмотреть. Можно одеть, померить свой пульс. В общем, все, что угодно. Очень максимально удобно. Опять же, здесь можно купить также для бега. Помимо Garmin, здесь еще есть часики Polar. Тоже очень популярные. Там можно купить GoPro. Разные камеры GoPro разной серии. В общем, все есть. Просто вот, если бы я знал, наверное, технику и все, что касается, в общем, спорта и кроссовки, и вещи, можно было бы купить здесь. Кстати, интересно, что в парковочном месте здесь можно купить еще вот такие мотоциклы. Разные мопеды. Вот. То есть здесь парковка, по сути дела. Вот. Но также разместили еще яхты. Вот это, конечно, фантастика. Вообще, какие-то суперкрутые мопеды. Опять же, здесь еще можно яхту купить. Вот это магазин. Power Sports. Mall Sport. Вот можно взять такую яхту и плыть в Аргентину. 6 миллионов 290 тысяч рублей, наверное, вот так. Ну, немало стоит яхта такая. Примерно получается 80 тысяч долларов. Ну, те, наверное, подороже. В общем, супер богатый mall, который можно даже купить яхту с прицепом вместе. Вот такая, например, стоит яхта. Уже получается чуть больше 100 тысяч долларов. Ну, что, друзья, закупились по полной. Вообще, просто нереально. Скупили, наверное, весь магазин. Что можно сказать? Чили – это, конечно, рай для шопоголиков. В общем, закупиться тут можно по полной. Мы купили и супертехнику. Очень классные фотоаппараты. С хорошей скидкой. Нам дали 5% скидку. Ну, правда, цена, конечно, дороже, чем в американских магазинах. Но, в принципе, нормально. Мы купили классные часы от Garmin. Прямо самые топовые. Тут последние все поколения есть. И фотоаппарат последнего поколения. И часы последнего поколения. Это, конечно, очень неожиданно. Потому что в других странах Латинской Америки ничего подобного мы не находили. Вот. Опять же, вещи вообще супер демократичные цены. Да, продукты дороже аргентинских примерно в два раза. Но в среднем, если сравнивать Парагвай, Бразилия, Чили, мне кажется, цена на продукты примерно одинаковая. Выбор, конечно, количества товара, который можно купить здесь, в Чили, он прямо вообще огромный выбор. Просто можно купить все. А мол, вот этот последний мол спортивный, мне вообще просто офигенно зашел. Если вам понравилось это видео, ставим лайки. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам вот шопинг в Чили. Как вы считаете, нормальные цены или супер завышенные цены? Вот. И всем пока-пока!